И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушить. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную карту, как один блок Майнкрафт Скайблок. За кадром, как я люблю это говорить, и практически всегда это говорю, произошли кое-какие изменения, в частности, я занимался зачарованием. Зачарование у меня не так, чтобы удалось, поскольку у меня практически сейчас отсутствует единственный нормальный способ набирания уровней, и это банальные какие-то дробилки на спавнерах или что-то подобное. Дробилку эндермена в энде я тоже не могу сделать, потому что у меня нет доступа к этому энду. Варду фармить кварц тоже не вариант, поскольку там куча разных фражин, которые могут мне нанести фатальный урон. Соответственно, у меня остается единственный вариант, где я могу получать опыт, это жители. Но, как вы понимаете, опыт на жителях это долго, мудрно и неинтересно, поэтому я зачаровался пока только не на полностью. Но я думаю, что даже такого варианта мне хватит для того, чтобы победить всех самых сильных боссов, которые у нас здесь смогут появиться. Главное, что я зачаровал шлем и поножи на защиту, и лук на силу, бесконечность и прочность. Ну и попутно мне удалось зачаровать алмазную кирку на прочность и удачу. Остальные же все чары, как вы понимаете, оказались сняты или малоэффективны. И, соответственно, весь уровень, который у меня был, я слил именно на это. Я больше всего хотел зачаровать лук, и, как вы видите, у меня это успешно удалось. А значит, победа над драконом не за горами. И все, что мне сейчас остается для этого, это продолжать рубить один блок, для того, чтобы уже поскорее с ним встретиться. На момент начала записи количество блоков добыто, ой, это 5400. И мне будет интересно, сколько будет под конец. Оу, неожиданно. Не знаю, что они здесь забыли, но это очень интересно. Ага, вот и эндермены. И тут немного, 3 штучки. Тут они какие-то очень малоагрессивные. Ага, кстати, вот первый эндерперу. Второй. И третий из трех. Три сразу штучки. Повезло, повезло. В кундуке мне выпало дыхание дракона, но без нормальной чаровальни его, к сожалению, не применить. Да и в принципе, наверное, даже на чаровальни его бесполезно применять. Поэтому вопрос остается открыт. Зачем оно нам понадобилось? Стоп, что? Талкер? Неожиданно. Полночка, чтобы эта штучка не попала в меня. Ага, как сейчас. Ну, по дереву с ним сражаться более-менее не страшно. Дает он противный эффект левитации, к сожалению. И также не дропает нам эти ящички шалкеровые, с помощью которых можно было скрафтить себе подобие рюкзака. Ну ладно, в этом нет ничего страшного. Будем знать, что здесь он тоже может спавниться у нас. Кстати, а вот и 30 уровень. Нужно будет... Надо будет сразу, как появится возможность, ходить на зачаровательный столик и попробовать один из элементов одежды или инструмента зачаровать на какой-нибудь интересный нам чар. И я решаю все-таки наложить чары на алмазный меч, который скрафтил из алмазов, пока здесь добывал 30 уровень острота. Просто острота, да? Могло бы быть и хуже. Острота на самом деле самый полезный чар, который мог бы здесь только выпасть. Ну, за исключением лутинга. И сразу же я хочу на этот меч наложить вот этот назаритовый слиток и получить назаритовый меч, что даст мне нехилый такой прирост по всему. Учитывая то, что сейчас у него атака 10,5, в то время как у топора атака 9 и скорость у топора гораздо-гораздо меньше, чем у меча. Плюс еще меча в том, что у него есть ауе, так называемый удар по площади. Ну, значит, я буду пока что этим мечом пользоваться. И благодаря назаритовому, который я нашел еще в какой-то там серии, когда мы с вами еще и ломали блоки из ада, я могу теперь впервые, наверное, за всю историю моей игры в Майнкрафт, пользоваться назаритовым мечом. Ага, привет, монстр пати. Заставляем мы обратно все то, что у нас здесь было сломано, и долбим наших эндерменов. Таким образом, у меня уже 10 эндер-жемчужин, и это только с эндерменов, которых я добывал здесь. Ага, еще привет. Куда вы только берете? Теперь у меня 11 эндер-жемчужин, что, безусловно, еще лучше. А вместе с теми, которые есть в сундуке, теперь у меня их 13. Соответственно, мне уже хватает на открытие портала. Но про запас их иметь гораздо будет, мне кажется, лучше, поскольку они в определенный момент должны спасти мне жизнь. Оп. Шалкера от Монстр Гварда я сначала не заметил. Все, заустрел он успешно умирает, и посмотрите, что он нам дропнул. Чистичку в панцире шалкера. Больно долго мне приходится добывать здесь все на свете. Пожалуй, я наложу вот этот вот назеритовый слиток на кирку. Лишняя скорость добычи и лишняя прочность для кирки никогда не будет лишней. Но я бы не сказал, что скорость добычи как-то увеличилась, но, по-моему, хотя бы на чуточку, но стало быстрее. Ну ладно. Главное, что таким образом мне хоть чуточку, но упрощается жизнь на этом одном блоке. Неожиданно. Сломал я здесь сундук, мне выпало око эндера. Ну и самого нужного, пожалуй, это все. Угу, то есть мне еще и с сундуков эти око будут падать. Прикольно. И снова я раздобыл 30-й здесь уровень. Поэтому, пожалуй, зачарю я здесь топор на прочность. Блин, не знаю, так ли нужна мне эта самая прочность. Можно попробовать расчарить меч и снова наложить бичли на станок. Блин, ой, зря я его, зря, 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 зря. Ребят, я снимал зачарки с меча. Ладно, тупанул, тупанул, ничего не скажешь. Я хотел снять зачарки с меча и попробовать более лучшее какое-то зачарование. Но не вышло, к сожалению, не вышло. Также по рациону я перешел на золотую морковку, которую покупаю у жителей. Но я не думаю, что это как-то очень важная информация. Да, с мечом я тупанул. Сейчас сколько у тебя дамага? Восемь, чуть меньше, чем у топора. Ну ладно, как только я наберу снова тридцатый уровень, я снова попробую его зачаровать. Я надеюсь, что мне выпадет хотя бы острота. Еще раз, почему бы и нет. А вот и снова у нас тридцатый уровень. Отдача 2. Надеюсь, не только отдача. Небесная кара и прочная. Небесная кара хороша против нежити. К сожалению, нежити у меня здесь не водится. Ладно, будь что будет. Оу. The end is near. Близкая end, да? Так, как нельзя близко. Ender портал. Ура! Ура, 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 ура. Ага. И вот как раз он банволит гифт. Так, мы его срубаем. Ага. И до нового этапа у нас 180 секунд. Это время подготовиться и сделать какой-нибудь нормальный заход, наверное, сюда в портал. Охота ли мне с этим заморачиваться? Я думаю, что нет. Получается, у меня всего раз, два, три, четыре ока не хватает. Повезло, повезло. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Равнины. Рая. Просто, на самом деле, проблема в том, что я думал, что end это будет финальным этапом, и после него ничего не будет. И мне кажется странным фактом, что тут есть какой-то еще этап. Нужно сейчас в итоге провести небольшую подготовку. Отсортировать все, что у нас есть, все, что нам нужно и не нужно. И отправляться непрямиком в end. Ну, я вроде подготовился, именно таким образом выглядит мой инвентарь. Парочка тотемов, я думаю, что этого хватит. Немножко еды. Вода на случай того, что если я буду падать. Вернее, когда я буду падать. Туманное зелье плавного падения. То самое зелье, которое когда-то я получил в сундуке. Строительные блоки. Немножко стрел спектральных для лука. Сугубо те, которые я только что выбил. Инструменты. Броня, которая зачарована, не зачарована. И, соответственно, око эндера. Прыгаю сюда. Не заморачиваюсь. Активируем мы с вами портал. Последний око. И тыдыщ. В итоге энда. Ну, какая-то уже платформа есть. Ладно, неплохо. Сейчас поднимемся по воде и будем дальше пытаться разобраться, в чем дело. Да, с шейдерами тут, конечно, очень крипово все выглядит. Взяли бахаем на себя. И вперед убивать дракона. Но для начала нужно шибить кристалла. Чуть не погибли. Хорошо, что я взял с собой парочку эндерперлов. Теперь то, что у тебя не осталось кристаллов. Готовься к смерти. Куда? Куда? Стой! Не-не-не-не. Так ты меня не убьешь, братан. Опять меня отшвырнул, блин. Второй такой. Опять меня запульнул куда-то, блин. Что? Почему? В смысле? Я же пульнул эндерперлов, почему он не сработал? Застала бы моя смерть, если бы не тотема эти. Ладно, это очень странно было, как минимум. Почему я эндерперл, меня не тпшнул? Я точно его пульнул. Это очень было странно. Опять? Если бы снова не тотем, я бы снова помер. Ветро воды никогда не подводил. В отличие от этих эндерглаз. Все. Дракон повержен. Чуть снова не помер его от дыхания. Давай. Залетай сюда к себе. И помирай успешно. Я считаю, Майнкрафт пройден успешно. 50, 4, 65, ну-ка, повыше получится? Нет. У него не так много уровней, выпало, как мне хотелось. Яйцо мы его тоже забираем себе. Для этого делаем небольшой ход конем. Все, яйцо мы забрали. И получается на этом все. Энд нам больше не нужен. Все, заставочка. И... По идее, да. Мы попадаем в обычный мир. Предлагаю взять себе скрафтить алмазный блок. И гулять-то гулять. И еще и изумрудный блок. И примерно вот таким вот образом я хочу это все разместить. Как признак зажиточного гражданина, который обитает у нас здесь на одном блоке. Ну и как вы могли понять, эта серия является заключительной в этом сезоне. И последнее, что я хотел бы сделать в этой серии, это продолжить традицию нашего небольшого интерактива. В частности, я напомню вам, что каждый, написавший комментарий под предыдущим видеороликом, имеет шанс попасть на эту доску почета. И если же ваш никнейм уже есть на этой доске почета, значит ваш уровень будет повышен. С нулевого до первого, с первого до второго и так далее. То есть с пустого манекена на кожаную броню, с кожаную до железной, с железной до алмазной и так далее, до назеритовой и даже выше. И первым на доску почета попадает вот этот комментатор с вот этим ником и вот этим комментарием. Поздравляю, теперь твой ник есть на доске почета. Ну а следующим, также впервые на эту доску почета попадает вот этот человек с вот этим комментарием и с вот этим ником. Ну а следующим попаданцем на доску почета становится вот этот человек с вот этим комментарием. И я поздравляю тебя с апгрейдом твоего уровня до кожаной брони. Ну а также мне хочется поздравить следующего попаданца на доску почета. Им является вот этот человек с вот этим комментарием. И я поздравляю тебя с приобретением новой кожаной брони. Ну а следующим на доску почёта попадает вот этот ник, вот этого комментатора с вот этим комментарием. Ну и следующим человеком, который увеличит свой уровень на доске почёта, будет являться вот этот комментатор с вот этим комментарием, с чем мы тебя успешно и поздравляем. Ну и последний на этот сезон, кто улучшает свой уровень на доске почёта, будет являться вот этот человек с вот этим ником и вот этим комментарием. Ну а также помимо всего вышесказанного, мне хочется безмерно поблагодарить всех и каждого, кто принимал активное участие в просмотрах, лайках и комментариях под всеми видеороликами с текущего плейлиста. Но к сожалению, как и все хорошее, этот сезон подходит к концу. Но я вас уверяю, что следующий сезон будет гораздо, гораздо интереснее. Ну а что же в нем будет, мы узнаем буквально через неделю. Ну а пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели, у микрофона был как всегда. Ваш покорный слуга Мамору, и я не прощаюсь.